Провожать в отпуск на юг прямо к поезду пришли судебные приставы. Вместе с пожеланиями доброго пути вручают исполнительный лист. Эта семья задолжала банкам больше трех миллионов рублей. Произыскать неплательщиков приставам удалось лишь на вокзале. Так проходит акция «Должник». Выявляем должников, у которых имеется задолженность, и которые собираются поезжать, так скажем, на отдых, у которых нашлись деньги на покупку билета, путевок, отдохнуть, но не нашлись деньги на погашение задолженности. У них есть пятидневный срок для добровольного исполнения требований, исполнительных документов на погашение задолженности. Вернуться домой лучше пораньше и заплатить долги в течение пяти рабочих дней. В противном случае придется платить и исполнительский сбор – 7% от суммы долга. Затем приставы могут вручить требования и при его неисполнении составят административный протокол. Вот так отпуск может начаться с напоминания о том, что долг платежом красен. Продолжится путешествие только если оно в пределах Российской Федерации. А вот тем должникам, которые соберутся за границу, поездку придется отложить до момента, пока не будут погашены все задолженности. Спасти свой отпуск, не остаться с билетом в руках в аэропорту довольно просто. Узнать о своих долгах можно через интернет. Зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вбив свои паспортные данные, то есть это имя, фамилия, отчество и дата рождения, уточните, есть ли у вас долги. Если долг превышает 10 тысяч рублей, то по решению суда выезд за границу этого гражданина уже запрещен. Заплатить по счетам лучше заранее, недели за две до вылета в другую страну. Тогда сюрприза в виде встречи с судебными приставами удастся избежать. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.